Но зато у меня есть один лайфхак, если тебя спросят на дистанционке, а ты не знаешь, что ответить. Сколько всего написано, может вы сами прочитаете? А русский язык подождет. А теперь еще фотку с учительницей. Всем привет, меня зовут Маша и мы снова попали на дистанционное обучение. И поэтому сегодня будет скетч типа учеников на дистанционном обучении. Ставь лайк, подписывайся на мой канал Наша Маша, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А мы поехали! Добрый день, дорогие детки! Рада приветствовать вас сегодня на онлайн занятиях. В связи с возобновлением карантина в нашей стране и в мире, все школы перешли на онлайн обучение. Нечего радоваться, это такие же уроки, как и в школе, только онлайн. Каждый сидит у себя дома на рабочем месте и мы тоже сидим у себя дома на своих рабочих местах. Сегодня наши занятия начнутся с урока русского языка. Все готовы к уроку? Конечно! Гель для умывания приготовила, тоналку приготовила, разные блески для губ приготовила. И даже про масочку не забыла. Что еще нужно на уроке русского языка, как не это? Как же я обожаю онлайн обучение. Можно спокойно себе подкраситься. И даже никто ничего не скажет. И делать вообще что хочешь. На уроке было тяжелее накраситься, потому что нужно было залазить под парту. А тут закрываешь камеру и делаешь что хочешь. Это рай! Итак, начнем. Русский язык. Один из самых богатых и выразительных языков мира. Так, я вас всех-всех вижу, так что вы там у меня слушайте внимательно. Сейчас кто-то из вас будет это все пересказывать. Так, пока училка там что-то рассказывает, я могу закрывать камеру и подкраситься. Наиболее устойчивым является синтаксис любого языка. Наиболее изменчивым его лексический состав. Асоткина, там у тебя что-то с камерой, какие-то проблемы, я тебя не вижу. А, а, да-да-да, нет, с камерой уже все в порядке. Повтори, пожалуйста, что я только что сказала. Повтори, пожалуйста, что я только что сказала. Ты что, издеваешься? Ты что, издеваешься? Так, быстро вышла из класса и направилась в кабинет директора. И с родителями завтра в школу. Подождите, как я могу выйти из своей квартиры и пойти к директору? Ура, наконец-то, онлайн-обучение. Я просто не знала, как я переживу субботу и воскресенье без уроков. Поэтому я за эти выходные прочитала уже все школьные энциклопедии и сделала все задания наперёд, чтобы быть полностью готовой к онлайн-обучению. И, наконец-то, начались уроки. Ура, ура, ура! Так, следующая тема у нас – неологизмы. От греческого «неосновый» и «логос» – слово. Это слова, обозначающие новую реалию, предмет или явление, появившиеся сравнительно недавно и сохраняющие оттенок свежести и новизны. А можно я, можно я? Можно я, можно? Можно я? Опять меня учительница не спрашивает, ну что же это такое? Можно, Якова, почему ты постоянно тянешь руку, когда я говорю? Ладно, давай, отвечай, какие ты знаешь неологизмы? Мне кажется, на эти выходные все смешалось в голове неологизм, фразеологизм. Как же мне бесит эта школа. Не, ну я думала вообще будут каникулы. Нет, они придумали дистанционку делать. Опять этот русский язык, фу, да что там мучить, я же знаю русский язык. Но зато у меня есть один лайфхак, если тебя спросят на дистанционке, а ты не знаешь, что ответить. И сейчас я вам покажу этот лайфхак. Так, двоечница, хватит там сидеть кривляться перед камерой. Давай, отвечай, что такое неологизмы? Сейчас я отвечу эту тему. Эту тему я знаю на отлично. Открываем тикток, заходим на мой аккаунт. И вот на это видео нажимаем, включи это, если не знаешь, что сказать на дистанционке. Так, тебя не слышно. Какая-то связь, двоечница, связь какая-то плохая. Так. Вот, я же сказала, что я знаю эту тему на отлично. Ну и связь сегодня. Ничего не поняла. Но судя по тому, что она отвечала очень долго, наверное, ответила все правильно. Молодец, двоечница, сегодня тебе пять. Садись. Умница, наконец-то ты хоть что-то выучила. Как жалко, что началось онлайн-обучение. Вы же знаете, что сейчас появилась очень крутая игра. Она сейчас везде в первых рейтингах. Называется Among Us. О, так если телефона не будет видно в камере, так я могу спокойно играть. И мама будет думать, что я за компьютером делаю онлайн-урок. А учительница будет думать, что я внимательно слушаю. Главное, чтобы она меня не спросила. Отлично. Так, заходим в Among Us. Онлайн. Найти игру. Три, два, один. Так, и кто же я? Ого, я предатель. Класс. И моя задача убивать всех. А русский язык подождет. Отлично. Никто даже не видел ничего. Будем за ним гнаться, чтобы убить. Ура, мы выиграли. Отлично. Как-то быстро эта игра прошла. Упс. Вот это я немного поиграла. Уже все онлайн-занятия закончились. Ладно. Ну и хорошо. Дальше буду рубиться. Так, второгодников, а теперь ты отвечай, что такое неологизмы. Я надеюсь, за 10 лет, как ты остаешься на второй год, можно было хоть первую тему в русском языке выучить. Давай, давай. Отвечай. А то из-за двойки по русскому языку останешься одиннадцатый раз в шестом классе. Ну сколько же можно? Мне кажется, уже можно было этот весь учебник наизусть выучить. Давай, отвечай. Что такое неологизмы? Сколько можно, Марья Ивановна? Каждый год вы мне задаете один и тот же вопрос. Я с этим онлайн-обучением вообще не понимаю, что вы меня спрашиваете. Неологизм какой-то. Что это такое? Это вы мне объясните, пожалуйста. Это у нас онлайн-урок или у... Десятый раз я в шестом классе. Как вы думаете, я могу выучить, что такое неологизм или нет, а? Ну ты хотя бы из учебника прочитай, что это такое, чтобы я тебя тройку поставила и перевела уже, наконец-то, в седьмой класс. Точно переведет. Тема номер восемь. Неологизмы. Так, что же это такое неологизмы? Тут столько всего написано, может, вы сами прочитаете? Вы же лучше знаете. Я это не выдержу. Я скорее на пенсию уйду, чем он в седьмой класс перейдет. Так, уже урок начался, а я не записала ни одного сториса. Сейчас буду записывать. Всем привет, ребятки. Сейчас я сижу на первом онлайн-уроке по русскому языку. Учительница. Такая вот она. И всем, кто сейчас на дистанционке, я хочу вам передать приветик. Ну и, конечно, вот я вот так сижу тут на дистанционке. Не хочу учиться. Так, ну я записала уже сторис. А мне кажется, одного сториса это мало. А, стоп, я еще не сделала бумеранг с компьютером. Так. Делаем какую-то масочку. Раз, два. Так, эти сторис еще записаны. А, а теперь еще фотку с учительницей. Урок удался. Все, сейчас я еще жду следующий урок, чтобы напилить еще кучу сторис. И всем, кому понравился этот скетч, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Наша Маша. И всем пока-пока.